Я вас приветствую, вы на канале TradeFact, с вами Глеб и в этом видео мы поговорим о частичной капитуляции биткоина, к чему это приведет весь крипторынок, а в частности цену биткоина. А во второй половине видео мы проанализируем графики, стаканы, какие новые формации появились и куда же двинется у нас цена на ближайшие дни, на ближайшую неделю. Давайте приступать и начнем мы с капитуляции майнеров. Заголовок статьи звучит следующим образом, что в июне COA Scientific продала активы в биткоинах на сумму 167 миллионов долларов, немаленькая сумма. И в результате продажи у фирмы осталось порядка 2000 битков, но на момент еще 31 мая у фирмы насчитывалось на балансе 8058 битков. Американская компания по добыче криптовалют в июне продала более 7000 битков, чтобы заплатить за сервера, увеличить объемы данных и погасить долги. Простыми словами, компании нужно оплачивать зарплату сотрудников, им нужно обслуживать свои сервера и им, конечно же, нужно платить за розетку, платить за электричество. За электричество и все эти затраты компания обязана, компания вынуждена делать, иначе она просто разорится. Далее, что нам нужно понимать, что компания по средней цене продала на отметке в 23 тысячи долларов за один биткоин. Сами подумайте, если рассматривать график глобально, то продать большую часть, 75% своей сбережения, и вы, если вы гигант, если вы одна из крупнейших майнинговых компаний, то, конечно же, это не от хорошей жизни, не от хорошей ситуации внутри компании. Компания обязана обслуживать свои сервера, платить зарплаты и платить за электричество. И если мы смотрим в рамках нескольких лет, то, конечно же, продажа 23 тысячи долларов всех своих, большей части своих биткоинов, это не самая лучшая идея. То есть это вас должно потихоньку подводить к тому, что такие крупные гиганты, они сейчас вынуждены продавать свой биткоин, если они хотят спасти, если они хотят сохранить свой бизнес. Это сейчас важно понимать. И в конце, когда мы разберем эту статью, немножко еще поговорим за майнером, у этого есть одна очень веская, хорошая, позитивная причина на ближайшее будущее. Вот такая капитуляция майнеров, чем она чревата для всего крипторынка. Но давайте двигаться дальше об этом, о выводах мы поговорим немножко позже. Далее, в результате продажи у фирмы осталось порядка 2000 битков, это примерно 21% от ее активов и 132 миллиона долларов наличными по состоянию на 30 июня. То есть у компании есть 32 миллиона, чтобы закрыть все свои текущие расходники и оставить какой-то резерв на форс-мажорной ситуации, на случай, если биткоин продолжит снижаться, в общем, чтобы компания могла оставаться на плаву. Двигаемся дальше, какие еще интересные ключевые моменты. Следующая уже компания, что также в июне, канадская криптомайнинговая компания BitFarms продала 3000 битков, что тоже немало, это примерно 47% своих активов, то есть половину всех своих накопленных, намайненных активов компания была вынуждена продать за 62 миллиона долларов в рамках стратегии по улучшению ликвидности и выплате долгов. Что это значит? Да это значит следующее, если крипторынок у нас продолжит снижение, продолжит флет в этом снижении, то компании будет все тяжелее и тяжелее обслуживать свои ресурсы, платить зарплаты людям и, конечно же, платить за электроэнергию. Поэтому мы видим на примере второй, одной из крупнейших компаний по добыче биткоина, что ребята вынуждены продавать свой биткоин и продавать значимую часть. В данном случае не 75%, но половина от своих запасов, это также довольно значимая, довольно веская цифра. То есть на примере двух крупных компаний мы разобрали, что компании не могут дальше существовать и накапливать биткоин, чтобы продать его на каком-то следующем бычьем цикле, там по 60 тысяч долларов, по 100 тысяч долларов. Конечно, компания нуждается в обслуживании всем этом, в частичном расширении и в создании, самое главное, резервного фонда на форс-мажорные случаи, которые, кстати, прямо сейчас и происходят. Цена торгуется ниже 20, опускалась на 17500. И, конечно, очень большая вероятность, что это еще не было дном и дно мы еще можем увидеть впереди. И следующее, кстати, напишите в комментариях, есть ли среди вас те люди, которые майнят биткоин, но не в промышленном масштабе, а в каком-то домашнем масштабе, и вы покупали асики еще где-то 2 года назад, 3 года назад, то при обычной цене электроэнергии, если вы платите за розетку, большая вероятность, что вы сейчас майните биткоин, либо в легкий-легкий плюс, либо где-то уже в отрицательные значения, вы просто сейчас остановили свои асики. Вот напишите в комментариях, мне это прям очень интересно, потому что есть сейчас статистика, что уже для домашнего майнинга, особенно если у вас более старое оборудование, это уже попросту невыгодно, и все домашние майнеры уже отваливаются от сети, то есть уже остаются лишь такие крупные компании, у которых есть зазор денег, зазор битков, которые они могут продать, реализовать и дальше продолжить, собственно, заниматься, чем они занимались. Еще хочу показать один интересный график. Биткоин – это сложность майнинга. Что это значит? Чем больше у нас спрос, чем больше у нас майнеров, которые готовы включаться в работу, добывать биток, тем у нас сложнее сложность, как-то не очень звучит, тем у нас становится больше сложность майнинга. Мы видим на примере, как с августа 2021 года, и эта сложность у нас регулярно повышалась, и можем увидеть, что начиналась она где-то с 13067, и на пике была 31000. То есть более чем в два раза за один год, даже меньше, чем за один год, где-то за 9 месяцев у нас было повышение сложности, но обратите внимание, что у нас происходит сейчас. Сейчас мы видим отрезок уже промежуток, вот, 3 месяца, и мы видим, как еще в апреле у нас сложность, то есть у нас желающих майнить биток было больше, но что произошло сейчас? Наблюдаем за числами, что с конца мая у нас сложность начала падать, то есть на пике она была 31.25, затем стала 29.89, то есть конец мая, начало июня у нас как раз и начала случаться та самая капитуляция многих майнеров, особенно домашних майнеров, либо мелких фирм, которым также тяжело обеспечивать большую ликвидность, чтобы это все поддерживать, потому что у них попросту недостаточно ресурсов, как у более крупных компаний. И мы видим, как до теперешнего момента сейчас сложность составляет 29.57, и это хорошо. Знаете почему? Потому что на среднесрочной, долгосрочной перспективе, когда мы видим вот такой вот более значимый перевес, что сложность начинает падать, это говорит о том, что майнерам уже становится менее выгодно добывать биткоин, некоторые майнеры будут отключаться, и когда такое происходит, это один из критериев, один из индикаторов, который говорит уже о перепроданности основного актива, в нашем случае биткоина, и такое продолжаться, конечно же, вечно не может, мы вечно не может, сложность майнинга падать в какой-то момент, а этот момент, как я полагаю, по практике, по статистике, которая обычно происходила с момента, когда у нас начинается снижение майнинга, это может занимать от нескольких месяцев до полугода, то есть такое снижение может продлиться, и после этого обязательно у нас уже следует восстановление рынка, и его дальнейшее, скажем, дальнейший позитивный исход событий, также, если вы смотрели предыдущие видео, вы можете по таймингу примерно вписать, что у нас будет происходить с ФРС США, как это будет происходить все в экономике США, что будет происходить с процентной ставкой, что будет происходить с индексом CPI, и вы можете себе уже немножко, скажем, более лучшим образом сложить картину, а через какое время у нас наконец-то настанет уже, ну, как минимум восстановление рынка, а как максимум новый глобальный бычий цикл. Поэтому на критерии, что происходит с майнерами, с крупными компаниями, с этим графиком, конечно же, обязательно нужно обращать свое внимание. А теперь давайте перейдем ко второй части видео, посмотрим, что же у нас произошло с битком за последние несколько дней, но начнем мы с более глобальных формаций. Сейчас рассматриваем самый плохой вариант, что у нас может произойти, что видит, скажем, самый средний руки трейдер, либо трейдер-новичок, если он смотрит на дневной график, то он увидит сейчас два паттерна. Первый же паттерн, конечно, вот у нас был флаг, очень криво нарисовал, но примерно смысл понятен. И мы берем этот флаг, флаг у нас медвежий, он пробивается вниз, и мы видим, как он пробился вниз на высоту древка флага, и мы увидели вот такой же флаг, который сейчас зарождается. Так вот, что у нас может произойти? Насколько мне бы хотелось в это верить, что вы понимаете, я не торгую по фигурам, я не отношусь к этому серьезно, но фигуры у нас хороший индикатор, что у цены может произойти уже вот-вот сильнейшая волатильность и выход из этого цикла. Вот в данном случае у нас цикл составляет, такой микроцикл составляет у нас 23 дня, и 23 дня мы на одном месте флетить уже не можем. То есть, чем больше мы в одном цикле, в коротеньком цикле начинаем флетить, тем больше вероятность, что вот-вот мы уже из него выйдем. Поэтому, какая вероятность, что мы выйдем на высоту вот этого флага? Вероятность порядка 50%. И сейчас объясню, почему, и что вообще может быть дальше у нас в локальных событиях. То есть, мы видим, если у нас произойдет выход из этой формации, из этого медвежьего флага, то мы как раз отправляемся на отметки 13700 и 1630. Это мощнейшие уровни, которые отмечены на графике. Сейчас я покажу, почему, и думаю, у вас не останется каких-либо вопросов. Для этого я переключусь на недельный график, и вы видите, насколько это сильный диапазон уровней, потому что к одному уровню неправильно подвязаться, правильно говорить о диапазоне уровней. И для нас сейчас как бы ключевая метрика не, конечно же, пробитие медвежьего флага, но, опять же, скажу, что трейдер, новичок, либо средней руки, он, конечно же, видит эту картину и видит эти уровни. Вы могли слышать о ценах в 11, в 13, в 14 тысяч за биткоин, куда мы можем прийти. Но, опять же, запомнили, что это крайне негативный сценарий, и по каким причинам он может случиться. Первое, если я не ошибаюсь, у нас 30 июля будет повышение, повышение, скорее всего, повышение ставки CPI, которая отвечает за инфляцию доллара США. И если будет это повышение, то с большей вероятностью у нас рынки увидят негативный сценарий. Первое, это фондовые рынки США, и, как следствие, конечно же, криптовалютный рынок. И второе, это в конце этого месяца у нас будет очередное повышение процентной ставки ФРС США. И если будет повышение более чем на 0,5 или на 0,75%, то также мы увидим негатив, потому что сейчас в рамках ожидания это порядка 0,5-0,70% это ожидание, и оно уже закладывает негатив в цене по индексу S&P 500, то есть по фондовому рынку США, по битку, который мы негатив сейчас видим, снижение ниже, чем 20 тысяч долларов мы торгуемся, хотя у нас были попытки выйти за немножко выше, на 21-22 тысячи долларов. В общем, если эти два события пройдут у нас крайне негативно, мы увидим по индексу S&P 500, сейчас покажу, какую формацию, то есть мы сейчас торгуемся в этой зоне, мы пытаемся зайти снова в этот нисходящий канал, но если мы будем приземляться уже на эти отметки, то, конечно, мы можем по битку начинать очень активно и очень сильно сползать. Первое, это в зоны 19600 и 626, и второе, при вообще тотальном негативе, но, опять же, это вряд ли в рамках одной недели произойдет, это будет, скорее всего, в рамках месяца, может, даже двух, мы можем увидеть даже такие цены, но сценарий у нас может быть такой, что мы торгуемся здесь, резко падаем, и отсюда у нас идет колоссальный, бычий, такой уже более сильный масштабный вынос. Поэтому это, что касалось более глобальной картины, какой негативный сценарий у нас может произойти. Теперь давайте посмотрим, что у нас может быть в рамках нескольких дней или в рамках недели. Убираем все эти флаги, опять же, говорю, что флаги – это лишь то, что нам поможет определить волатильность. Флаг нам, или любая другая фигура, никогда не скажет более чем с 50% вероятностью, куда же пойдет рынок. На это есть ряд других факторов. Кстати, об этих факторах я говорил в прошлом видео, оно называется «БТС дно найдено». И также рекомендую подписаться на телеграм-канал, на текущий момент тут уже 4200 участников, и буквально сегодня ночью, получается, это уже вчера было ночью, вчера ночью я опубликовал интересный пост, я думаю, он вам зайдет, почитайте, что действительно влияет на дно биткоина, чем является дно биткоина на самом деле. И здесь есть две интереснейшие ссылки. Первая – это индикатор на MVRV. Сейчас очень кратко покажу, что это такое. У нас есть, получается, такой большой график, и его размерность составляет 10 лет. И когда мы заходим в эту зеленую зону, обычно отсюда у нас начинается новый бычий цикл. И этот график отлично отрабатывал на протяжении 10 лет. И мы сейчас как раз зашли в эту зеленую зону, поэтому рекомендую изучить этот график, посмотреть с графиком биткоина, как это совпадает. Очень интересная метрика. Для меня это один из главных индикаторов медвежьего рынка и перехода на новую фазу, на фазу бычьего глобального рынка. Еще из интересного, думаю, вы слышали о лендинговой, криптолендинговой компании Celsius. И знаете, что ребята как бы формально они банкроты, но юридически еще нет. В общем, они остановили все выплаты своих участников, и никто сейчас не может забрать оттуда деньги. Еще буквально 2-3 дня назад у них была цена ликвидации 14-16к, если биткоин становится столько, то ребята вообще теряют большую часть своих биткоинов, и скорее всего они уже официально стали банкротами. Но что из интересного произошло, что буквально за последние 48 часов компания выплатила по долгам, которые у них были в BTC, 154,8 миллиона долларов. И тут есть полезная ссылочка, чтобы следить за этой компанией. А эта компания не просто полезна, если у вас есть там активы, это полезно следить за ценой ликвидации, так как мы можем понимать, как это все отразится на рынке. То есть буквально еще 2-3 дня назад у нас был негатив. Если компания обанкротится, много людей потеряет своих денег, конечно же это не внесет позитива, и мы повидели какой-то сквиз вниз по всему рынку, в том числе по биткоину. То есть сейчас ситуация стала гораздо лучше, потому что цена ликвидации по данной компании, по Цельсиусу, у нас отодвинулась вниз на 2700. То есть только в том случае, если биток у нас будет стоить порядка 3000, компанию, да, конечно же, ликвидирует, и она потеряет значимую часть средств. Но сами подумайте, какова вероятность, что биткоин будет стоить в районе 3000 долларов в каком-то обозримом будущем. Я думаю, такая вероятность минимальна. Поэтому, если вы хотите читать такую аналитику, получать такие интересные ссылки и сразу все переходить и анализировать, то рекомендую подписаться на телеграм-канал. Там также будет масса полезной информации, которой нету на ютубе. И сюда, наверное, также добавлю вот этот график биткоин-сложность майнинг графика, потому что на ютубе публиковать не буду, сделаю это в телеграм-канале сегодня, когда буду выкладывать пост такого формата. Там же будет ссылка на этот график, где вы можете чекать, какая сложность сейчас у майнинга. И давайте переходим на график. Мы остановились на том вопросе, что же мы можем ожидать в ближайшие несколько дней, в ближайшую неделю. И снова у нас хорошо сформировался такой восходящий канал. И размерность этого восходящего канала составляет порядка трех недель. То есть, что для нас сейчас важно? У нас есть две ключевые точки. Первая – это 19600, а 19600 – это на минуточку у нас был high 2017 года. И затем у нас была проторговка и пробитие здесь в декабре, в середине декабря 2020 года. То есть, это важнейший зеркальный исторический уровень. Поэтому первое, на что мы обращаем внимание, если мы закрываемся выше, чем 19600, то есть продолжаем торги в этом диапазоне, это хорошо для выхода на 22, на 23 тысячи долларов. Это первый критерий. Второй критерий – немножко ниже. Если мы пробиваем низ этого восходящего канала, то есть, если это произойдет сегодня-завтра, это порядка 19100 – 19400. Пока что такие отметки. То есть, если мы пробиваем весь этот диапазон, то это более негативный на ближайшие дни, на ближайшую неделю. Медвежий сценарий, где у нас есть далее две зоны проторговки, куда мы можем падать. Первая – это 19600 – 17500. 2570, то есть в этом 10% коридоре. И второй – это 17570 – 16266. Уже коридор поменьше 7,6% составляет. То есть, это будет цель медвежьей в случае пробития вот этой вот зоны. У нас есть сильный уровень и нижняя часть восходящего канала. Но пока что у нас все смотрится неплохо, потому что мы торгуемся еще в этом восходящем канале. Мы торгуемся выше, чем 19600. И третья точка, которую мы должны преодолеть, чтобы отправиться на 22 на 23 тысячи, это преодолеть срединку этого восходящего канала. То есть, мы видим, как мы сюда ударялись буквально вчера. И отсюда у нас уже отбой состоялся порядка на 4,5%. То есть, у нас должна случиться следующая формация. Мы подходим к середине канала. Отсюда мы можем немножко отбиться. Но дальше для нас важно зайти выше, оттестировать срединку канала и здесь закрепиться хотя бы на 12, на 15 часов. Вот тогда у нас с большей вероятностью открывается путь. Первое – это 22 тысячи. Второе – это будет уже где-то 23 300, 23 500, в зависимости от того числа, когда это все случится. И дальше мы уже будем анализировать лишь по факту, потому что сейчас сказать заранее, что будет дальше, это не имеет смысла, потому что нужно будет смотреть на формации в стаканах, как у нас будет подходить цена по графику. Поэтому вот такой вот локальный прогноз, что у нас может случиться. И еще давайте сопоставим с тем, что у нас происходит сейчас в стаканах по крупнейшим биржам. На примере Binance мы видим самое сильное сопротивление. Это 21 тысяча, 22 тысячи первый диапазон. То бишь, это серединка как раз канала. И это наша красная линия, наш ближайший уровень сопротивления является первыми сильными точками. Вторые точки у нас уже выходят в районе 24 тысяч и выше. Давайте посмотрим, есть ли этому подтверждение по другим биржам. По HitBTC, кстати, сейчас интереснейшей информации. Вблизи к текущей цене у нас стоит 2000, 1000 и 2000 битков, которые оказывают, конечно же, психологическое давление. Хотят поддавить цену к этим двум ближайшим котировкам, то есть 19500, 19200. И не дать пока что резкого выноса за 20 тысяч. Но, опять же, они могут просто в моменте, в секунде убраться, и тогда может цена полететь вверх. Так, следующее сопротивление, которое мы видим, это подтверждение 21 тысячи. И это подтверждение 21500, 22 тысячи. То есть весь этот диапазон, который у нас отмечен на графике, сейчас также подтверждается в стаканах. Что касается по ближайшим, по более сильным уровням поддержки, это, конечно же, 19500-19. Мы видим это же подтверждение здесь в одной котировке для Bitstamp, что так мало котировок, и у них небольшая ликвидность. Это нормально, допустим, по Bitstamp 40 битков, это примерно как где-то 150-200 битков по Binance. И то же самое по Bitfino мы видим, подтверждение 19700-19000. У нас стоит хорошая поддержка. То же самое и по HitBTC 19500-19200. И видим по графику, что это совпадает с нижней границей восходящего канала. То есть то, что сейчас мы видим на графику, у нас пока что полностью подтверждается в стакане. Если будет формация меняться, то, конечно же, нужно будет реагировать. Я об этом буду сообщать в Telegram-канале, потому что на YouTube у меня не получится так часто выходить. А формации могут меняться по нескольку раз за день. Поэтому также рекомендую подписаться, чтобы вы оставались в курсе событий, куда с большей вероятностью может дальше выходить цена. Пожалуй, по основным моментам, которые я хотел показать, именно по графику я показал. За майнеров рассказал на примере двух основных крупнейших компаний. Рассказал за локальных майнеров. Также не забывайте дать фидбэк. Если у вас есть друзья-майнеры, которые майнят именно Bitok, либо этим вы занимаетесь, то сказать, как у вас сейчас обстоят дела, если у вас не какой-то промышленный огромный майнинг, а именно в домашних условиях. И еще из интересного, давайте покажу ленту сделок и что мы можем ожидать по волатильности на сегодня. Первое соотношение покупок-продаж за сутки по крупнейшим биржам среди котировок от 10 битков. Мы видим, у нас перевес идет примерно в 2 раза. У нас в 2 раза больше покупок. И из всех агрессивных котировок, из всех агрессивных покупок мы видим, что буквально недавно, где-то час назад, Bitmax у нас купил 95 битков одной котировкой. И в целом мы видим, что Bitmax преимущественно у нас покупает. Что также неплохой сигнал, что мы можем попытаться сейчас проштурмовать 20 тысяч, а дальше уже смотреть по ситуации, что у нас будет происходить. И еще обещал вам показать по волатильности на сегодняшние сутки, какие мы можем сделать ожидания. Кстати, смотрим, что у нас средняя волатильность за 14, за 7 дней стала приблизительно одинаковой. То есть она сбалансировалась, поэтому можем работать с любой временной зоной. Либо 7 дней, либо 14 дней сейчас какой-то большой значимости не имеет. Ну давайте, например, возьмем 7 дней. И мы видим, что сегодня у нас цена открытия была 20 175.8. И вот у нас по просчету волатильности, куда мы можем ходить сегодня в рамках 5-6% вверх либо вниз. То есть у нас первая точка это 19 тысяч, вторая точка на сегодняшние сутки это 20 на 1349. То есть если у нас сегодня абсолютно ординарно обстоят дела на крипторынке, то мы можем подходить к какому-то из этих значений. Если у нас происходит какой-то более сильный форс-мажор, как в хорошем, так и в плохом смысле, какие-то подливаются новости, то, конечно же, мы эту волатильность можем пробить. Но пока что эта волатильность более чем хорошо должна отработать. И в ее рамках мы должны остаться, не сильно уйдя куда-то вверх либо же вниз. Пожалуй, это основные моменты, которые я вообще хотел на протяжении всего видео вам рассказать. Не забывайте подписаться на телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под видео. Там много полезной информации. Вам желаю хорошего дня, хорошего вечера, доброй ночи. Всем пока!